всем доброго утра всем прекрасного понедельника давайте проверим как меня слышно и видно если вы меня слышите хорошо и видите тоже поставьте пожалуйста плюс начало новой недели наверно многих уже драйв да то есть поставили планы наверное многие ждали этого вебинара поставьте плюсики кто ждал вебинар именно со мной есть такие есть отлично смотрите я вам немножко как бы скажу такой анонс да что у нас сегодня будет наш вебинар действительно будет настолько продуктивный я постараюсь уложиться за один час а вот и мы заденем самые такие главные именно темы к с которыми столкнулся в первую очередь я и моя структура я больше чем уверен что это будет очень для вас продуктивно очень полезно и после сегодняшнего вебинара ваш бизнес перейдет на другой уровень однозначно вот и какие бы темы я хотел сегодня задеть большинство людей больше большинство партнеров там даже новичков задают такой вопрос нужно ли лечить наших гостей наших партнеров нашими реденцами вот и хотел бы я сегодня эту тему именно разобрать о том что стоит ли лечить людей вообще то есть многие люди пытаются поступить именно так сделать как знаете из человека барьер вот не барьера трамплин я бы сказал трамплин да что допустим в окружении мы нашли человек который с аллергией мы его начинаем уговаривать чтобы он кушал наши леденцы чтобы он вылечился получил результат и пошел потом а пошел всем рассказывал самое самое интересное что в самом начале когда мы проводим презентацию мы делаем упор на продукт да и большинство людей так и понимает о том что нужно именно лечить то есть как больше ну самое большое количество должно быть вылеченных людей и я хотел бы вам всем упоминаю что есть партнеры да то есть может даже если гости кто знает очень хорошо маркетинг и вот сейчас прошу ответить мне на вопрос на такой да кто читал наш маркетинг и увидел и точно знает количество там должно там прописано сколько людей нужно вылечить именно с помощью наших леденцов вот в шаге допустим номер один либо в маркетинге написано сколько человек вылечить надо вот сейчас кто ответит правильно тому приз сколько человек нужно вылечить для того чтобы построить наш бизнес кто читал маркетинг кто знает 0 странно кто еще хорошо а сахарный диабет сколько нужно диабетиков вылечить чтобы построить бизнес ни одного хорошо ладно скольки людям нужно поднять иммунитет при маркетинге четко прописано что нужно столько-то столько-то человек сколько ноль все правильно и вы абсолютно правы потому что действительно маркетинге не написано у нас о том что мы должны лечить людей что у нас написано в маркетинге то есть тот кто читал тот четко об этом понимает да то что у нас есть простые четыре правила это мы пробуем сами рассказываем свою историю даем попробовать другим и рассказываем их историю смотрите что происходит вот эти четырех квадратика заложено очень много на вашей безопасности понимаете большинство людей когда начинают кого-то лечить они берут на себя настолько такую ответственность о том что и дают человеку уверенность и гарантию что он очень быстро излечится от чего-то но когда у него это не получается что происходит человек идет к вам и вам дает претензию правильно тем самым вы получаете возлагаете на себя такую ответственность перед человеком перед компанией перед продуктом что у вас все получится и у него тоже получится и тем самым большинство партнеров когда хотят вы же не ждут этого результата но смотрите в чем сама суть да я находясь два года в компании я никого не лечу я рассказываю только о результатах других людей если они хотят принимать этот результат который получили люди с помощью нашего комлитосей тогда они тоже пользуются продуктом если нет то нет ни в коем случае потому что как я могу человеку говорить что я тебя вылечу однозначно от сахарного диабета да то есть у тебя уйдешь с инсулина я не знаю у нас какой у него там диагноз какой у него находится стадия потому что у меня в моей структуре да именно два случая когда люди ушли с инсулина ребенок ушел с инсулина через три месяца а взрослый человек ушел через две недели понимаете и самое интересное что я им рассказал о том что у нас есть такой продукт который может нормализовать именно уровень сахара вашей крови вашем организме да есть результаты показал видеорезультаты те которые от наших партнеров из германии там с разных стран все и он увидел это для себя как возможность о том что он от этого избавиться я на себя ответственность не взял он попробовал получил результаты и тем самым в виде благодарности он рассказывает другим людям и люди регистрируются покупают продукты у меня проходит товарооборот понимаете рисков никаких в этом случае а когда мы начинаем человеку навязывать особенно еще когда очень серьезные болячки да мы говорим что сто процентов у тебя это все это пройдет там и ты потом всем уже скажешь и сделаешь меня богатым фигня полная честно говорю не делайте и это не работает и поэтому если кто-то собирается все-таки лечить перечитайте маркетинг обязательно и там сейчас буду тоже горит вам такие разные инструменты кто у кого есть ручка под рукой записывать обязательно потому что вот эти то есть сегодня будет очень много инсайтов и те скрипты которые вы запишите они вам очень понадобятся и в самом начале когда мы с людьми разговариваем да я участвую на продукте хочу сконцентрироваться вот и большинство города это не работает скорее всего это фигня это травки муравки это действительно так многие люди об этом говорят но я выучил одну фразу и понял ее и сразу же говорю это виде прививки да что за 7 лет компании никто не доказал что продукт не работает и это на сто процентов понимаете все и у вашего собеседника у вашего будущего партнера от под отпадают полностью вообще все сомнения и какие-то там тараканы в голове никто не доказал до 7 лет сейчас компании 7 лет представляете насколько это здорово и ему конечно придает это уверенности если тебе не поможет да ну значит и настолько уникальный настолько ты крутой что просто тебе не помогает понимаете и и поэтому если вы хотите кому-то помочь в виде продукта да там либо аллергетику либо видите что дети болеют либо еще расскажите примеры других людей просто расскажите у меня знаком с человеком у которого вот это вот это я примеру рассказываю про хард всегда до рассказываю что у мой педиатр то есть детский врач он она она пришла что у ней была проблема со здоровьем с давлением она пришла стала скушать хард такой такой-то продукт и не такие результаты и включаю видео понимаете видео включил показал что это живой настоящий человек все и тогда уже он принимает решение да я тоже так хочу и покупает продукты тем самым не проходит товар оборот понимаете и не нужно делать на то упор что вы всех вылечите потому что мне очень нравится фраза куликова да о том что если бы он хотел бы всех вылечить то он бы построил большую боли больницу именно только так и смотрите когда человек у вас регистрируется покупает продукт сам не вы ему продаете единоразово зарабатываете да конечно в этом польза есть в том что человек получает продукт это уже круто вот но на этом все преимущества и все плюсы ваши заканчиваются но когда вы человека регистрируете он получает продукт вы получаете за это вознаграждение вы ему даете возможность дальше строить бизнес до вместе с вами то есть он может зайти сам на свой бэк-офис посмотреть почитать найти ту информацию которая ему нужна то есть конечный ваш результат должен быть не продать продукт а зарегистрировать человека чтобы он сам для себя купил и и поэтому старайте всех своих новичков не углублять именно продукт влечения показывайте результаты да с помощью этого такой такой результат у всех разные срок выздоровления это действительно так оно есть самое главное что вы знаете да наши сертификаты о том что тюфовский сертификат я очень горжусь им что он есть о том что продукт обязательно полезен он не может нанести никакого вреда это очень важно и поэтому мы пришли действительно сюда все строить бизнес и поэтому уважаем партнеры друзья гости давайте не будем никого лечить а просто рассказывать о своих результатах и о результатах своих партнеров это реально круто по пятибалльной шкале будем лечить или нет от нуля до пяти прошу обратную связь 0 не будем лечить минус 5 отлично 5 будем лечить круто ну что действительно большинство людей с этим сталкиваются о том что они хотят всех вылечить и всем помочь мне понравилась фраза одного бизнес-тренера очень известного да он сказал в первую очередь помоги себе а потом а потом уже сможешь помочь другим людям и это действительно так оно и есть ну круто обратную связь вижу и поэтому постарайтесь донести когда вы донесете для своих новичков сами поймете о том что не нужно никого лечить поймите что ваш бизнес выйдет на новый вам станет настолько легко его строить почему потому что вам не будут поступать те вопросы в виде а как от этого а как от этого а как от этого я всегда говорю открой и ешь я точно так же сделал когда мы с семьей зарегистрировались мы открыли все коробки и ели и получили результат и у меня есть и у детей есть и у супруги есть все и поэтому у вас не будет поступать таких лишних вопросов которые будут отвлекать тебя вас от того как строить бизнес ну и второй во времени идем хорошо второй именно момент который я сегодня хотел рассказать это именно подача информации большинство людей стараются на первое свидание на первом свидании рассказать все о компании все 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 только где-то встретились где-то увиделись или по телефону пытается полностью все и до такого состояния когда знаете уже язык как говорится набок что уже вроде все рассказал вроде не все и ваш собеседник устал и он уже понимает что он об этой компании все знает смотрите есть очень классный инструмент я его назвал то есть это получается два шага да и первый это виде анонса знаете что такое анонс да это получается краткая информация допустим о фильме о кого-то мероприятие о концерте и точно такой же анонс вы можете составить именно компания и пил как это сделать смотрите что такое анонс это вы даете информацию кратко-кратко о своей компании при первой встрече а полноценно и и раскрываете на второй это примерно выглядит вот так мне так понравилась эта картинка здесь такая интрига у него в глазах да о том что знаешь с какой фирмой я сейчас сотрудничаю и договориться о второй встрече вот в таком состоянии должно быть приглашение и в таком состоянии должна быть ваша первая фраза вашему новому партнеру будущему партнеру да о том чем вы занимаетесь это обязательно должно быть так потому что когда при первой встрече на этих сайт от презентация на салфетке когда люди дают только именно фишечки фишечки в самом начале чем я занимаюсь почему мне не нравится и именно показать выгоду почему я сотрудничаю именно с этой компании ни в коем случае не пытайтесь даже на первой презентации там в офисе в рц у либо там в кафе полностью всю дать информацию оставьте вопросы для вашего партнера чтобы он вам задавал поверьте это гораздо эффективнее когда вам задают вопросы они вы постоянно бла 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 и вы разговариваете это очень важно как это сделать большинство людей сталкиваются с тем то есть партнеров до наших сталкиваются с тем что они не могут ответить чем они занимаются им задают вопрос а чем ты сейчас занимаешься или ты в какой-то компании или двигаешь какой-то бизнес или как мне часто говорят что вы продаете вот именно вот такие вот вопросы дают и большинство партнеров задают мне такой вопрос как правильно сказать как правильно ответить на вопрос смотрите четкого алгоритма такого его нет потому что его создает каждый сам как его создать это именно преимущество которые вы увидели в сотрудничестве с компанией и пи л вы должны эти четко понимать вы для этого вам нужно просто выделить два часа времени кому-то больше кому-то меньше сесть и выписать для себя преимущества которые вы видите что вы находятся именно в находитесь именно в компании понимаете когда вы выберете для себя эти преимущества тогда вы смело сможете людям говорить чем вы занимаетесь потому что большинство людей говорят там это инвент но я занимаюсь продвижением инновационного продукта там леденцамика ну там еще и начинает путаться тем самым получается неуверенность и он сам не понимает чем он занимается скажите вот допустим ну может кто-то мне написать буквально в нескольких слов чем вы занимаетесь когда он поступает именно вопрос да от ваших там друзей или партнеров то есть чем вы занимаетесь именно ответить на этот вопрос и мы сейчас его просто в онлайне разберем я вам просто подскажу как чтобы где ключевые слова чтобы это сработало на сто процентов потому что первое знакомство это очень важно это очень важно для вашего будущего партнера чтобы именно услышать бизнес рекомендации отлично да то есть смотрите на этот ванна этот ответ сразу поступает вопрос бизнес рекомендации а что вы рекомендуете да это тоже здорово это хорошо это вам задают вопрос и вы можете на него ответить да второй правильный ответ и уже будет результат и человека это заинтересует я однажды вернее не так давно от меня задали такой вопрос и спросили а чем занимаетесь я сказал что мы продвигаем инновационную технологию на основе травения растений это новый рывок в медицине я прямо сказал сам был в шоке от себя человек заинтересовался просто заинтересовался грида интересно я хочу попробовать и второй вопрос я сказал вы согласны с тем что аптеки не заинтересованы вылечить нас наших детей да и точно так же сказали поймать им стало это интересно юрий леденцами да а ольга иванова и леденцами да отлично леденцами это так оно и есть то есть мы сейчас используем своей команде такую фразу кому-то это как это скрипт тоже до сетевой маркетинг нового уровня тоже хорошо да но единственное что сейчас по по этому шагам пройдусь да смотрите бизнес-рекомендации круто леденцами когда мы говорим то есть у людей не всегда проваливается жетон в плане масштаба когда мы говорим леденцы да допустим если мы говорим это вип витамины да итальянские витамины на основе травения звучит уже по-другому и люди слышат потому что на сегодняшний день все-таки направление велос вообще в общем идет круто оно вообще развивается настолько быстро и когда люди слышат что витамины еще итальянские не российские к примеру да то есть или по итальянской технологии они сразу интересуют да интересно то есть как это работает расскажи и тогда можно уже с ними разговаривать да вот электронная коммерция электронная коммерция честно говоря первый раз слышу вообще то есть чем на электронной коммерции да ну это что-то мне кажется допустим если мне сказали занимается электронной коммерцией я бы думал сказал бы что то что то наверное связано с криптовалютой там и либо что-то вот такое Ну, это мое чисто мнение, честно скажу, да. Сетевой маркетинг нового уровня. Смотрите, именно вот эта фишка в чем? Сетевой маркетинг нового уровня. Вот если разобрать его досконально, да, вот именно вот это вот выражение, да, то в нашем маркетинге ничего нового нет. Ничего. В нашем маркетинге, в нашей системе выплат, в системе вознаграждений есть универсальность, есть конструктор. Именно тот, который позволяет любому человеку с любым уровнем, с любой базой стартануть. И поэтому, когда мы, допустим, говорим, что я занимаюсь сетевым маркетингом нового уровня, у человека сразу что его отталкивает? Это первое, сетевой маркетинг. А второе, это новый уровень. А новый уровень у нас все сейчас идет вирта. То есть, то виртуалка, больше ничего. Делать ничего не надо, деньги они будут. И поэтому, честно вам скажу, лучше не применяйте эту фразу, что сетевой маркетинг. Почему? Потому что большинство людей, они не понимают просто, что такое сетевой. Сетевой маркетинг – это инструмент. Это просто инструмент. Это алгоритм действий, который выведет тебя на другой результат. Новый уровень, да, это круто. То есть, ну, в новом уровне, то есть, ну, у нас нет ничего в нем нового, поверьте. Кроме декомпрессии, честно скажу. Декомпрессия, она убивает вообще всех. Вот сейчас вот даже у меня в структуре АМВЭйщики, да, со стажем 10 лет. Когда я им рассказывал про все, они сказали, это неинтересно, это интересно. Но когда я сказал декомпрессию, все. Они свой флаг отдали, взяли наш, честно. Понимаете? И поэтому вот это, да, то есть, в сравнении это круто вообще. Даже вот не пресекается. Но именно что нужно сказать в самом начале, да, именно свою выгоду. Не старайтесь показать выгоду для человека, когда вы рассказываете, чем вы занимаетесь. Покажите свою выгоду. Почему вам нравится сотрудничать с этой компанией. Когда мне задают вопрос, да, ну, там, ты где, да, я говорю, я сейчас сотрудничаю с компанией EPL. Они говорят, а почему? Я говорю, рынок на сегодняшний день настолько перенасыщен, что предложений и услуг больше, чем самих людей. Я сотрудничаю с этой компанией, потому что она инновационная. У ней есть свой собственный продукт, разработан по итальянской технологии. Патентом 25 лет и есть свой завод. Сейчас открывается второй завод. 73 страны официально подтвердили действенность продукта. Полная сертификация и логистика во всех странах. Вот только так я говорю, и человек сразу задумывается об этом. И он понимает, что да, это выгодно. Я показал свою выгоду, почему я здесь. Понимаете, потому что, ну, действительно, предложений очень много. А хотя вот в этих нескольких фразах, да, которые я сейчас сказал, в них заложено очень много таких, как бы, крючочков для человека, который слушает. Что, в первую очередь, рынок перенасыщен, потому что, действительно, на сегодняшний день дефицит это нет. Дефицит только у людей в кошельках. И все бы, что бы они ни делали, не делают это ради выгоды. Декомпрессия что такое? Ну, декомпрессия это когда у вас не вылетают уровни под вторички. Этот вопрос мы сейчас не будем разбирать, да. Задайте своему спонсору, либо наставнику. Я думаю, что с удовольствием он вам ответит. Это, ну, реально крутая вещь. Это она связана в структурном виде бонусе. Желаю, вернее, да, желаю всем разобраться в этом. Это реально крутой аргумент. Этим вы можете любого сетевика просто укатать, потому что, ну, единицы у кого это есть. У нас-то есть, это круто. Вот. И поэтому, вот, первые фразы вы говорите. Вот я после этой фразы когда сказал, да, он говорит, ну, а что у тебя есть, можешь показать? Все привыкли к каталогам. Наверное, часто задают вам такой вопрос, а почему у вас в каталогах нету цен? Да? Наверное, есть такое. Где у вас цены там и все остальное. Это идет в сравнении с другими компаниями. Но не забывайте о том, что наша компания находится именно в одном проценте, когда мы делаем захват всего мира. То есть, мы сейчас сеем семена для того, чтобы они проросли. Мы не занимаемся распространением продукта. Мы делаем захватом всех стран. Чтобы в каждой стране, в каждом городе появился партнер с ID номером и паролем. А это наш магазинчик, понимаете? Каждый человек это магазинчик, который делает товарооборот. И это очень важно. Вы должны об этом понимать. И поэтому на самой первой встрече, когда вы только встречаетесь, немного скажите и назначите встречу. Обязательно. Если, конечно, вы в офисе проводите, да, уже полностью все как положено вы рассказываете. Но на первой встрече только минимум информации, чтобы ему стало интересно с вами встретиться. То есть, это, во-первых, и вас не вымотает. И второе, то, что это будет очень продуктивно. Вот, допустим, мы сейчас на этой теме так вот основались. То есть, ее четко раскручиваем. Именно анонс и потом уже подача информации. Анонс и подача информации. То есть, на подачу информации мы сейчас перейдем. Я вам дам тоже четыре крутых инструмента, с помощью которых у вас в вашем бэк-офисе, честно скажу, добавится очень много партнеров. И действительно результаты большие есть, потому что нет перенасыщения. Потому что ваш собеседник, он устает, когда вы ему рассказываете много-много-много-много-много. И у него не остается интриги. Ну что, как вам вот именно второй вот этот инструмент по поводу минимум информации, а потом максимум дать информации по пятибалльной шкале? И самое интересное, это инструмент для ваших новичков, для ваших первых линий, для тех, кто за вами пошли в бизнес. Когда они не знают, как именно приглашать, скажите, вот несколько слов скажи и приглашай. Мы остальное тебе уже поможем и расскажем. Чтобы он не высказывался там, не уходил куда-то в сторону, не начинал что-то рассказывать. Минимум. Пригласили, рассказали. Это вот именно интрига. Она должна быть. Даже вот эта вот фраза, которую я написал, ну реально круто. Знаешь, с какой фирмой я сейчас сотрудничаю, да? Знаешь? Я тебе расскажу. Давай встретимся. Работает на сто процентов. Ну и следующая наша тема. Она действительно очень крутая. Она очень продуктивна. Это именно подача информации. Большинство людей выработали для себя определенный алгоритм, да? И под одним алгоритмом шпарят все, рассказывают там о компании, о себе, о продукте, о Куликове. Обо всем. И в результате получается это каша. И для разных категорий людей, для разных категорий людей, да? Им нужно не все. Кому-то что-то нужно определенно. И я, получается, выработал 4 типа сетевика, то есть 4 типа людей, с которыми мы сталкиваемся именно перед подачей информации именно о проекте, да? То есть об APL. Будет всего один слайд, будет просто фотография, поэтому что услышите, записывайте обязательно. Это будет более продуктивно, потому что я не стал углубляться в топ, чтобы сделать слайды. Ну, какие-то картинки лишние и все. Почему? Потому что усваивается гораздо лучше, когда вы это записываете. Смотрите, первая категория, с которой мы встречаемся, это не сетевик. Это человек, который ничего не знает о сетевом маркетинге. Он реально ничего не знает. Это человек, который работает по найму много лет, либо несколько лет, либо это молодое поколение, да? И он действительно не знает ничего о сетевом. Если, допустим, к нему подойти и сказать, то ты знаешь, какой у нас уникальный продукт в нашей компании? Он скажет, ну, нет. И даже если вы скажете, у нас крутые самые леденцы, он скажет, разве больше не у кого таких нет? Понимаете? Этот человек не представляет вообще ничего о сетевом маркетинге. Это тот человек, которому вы говорите, слушай, а ты знаешь, что такое MLM, индустрия? Это реально сегодняшний день самое крутое, это крутой инструмент, с помощью которого можно заработать большие деньги. Он скажет, я не знаю. Этот человек, который никакого не имеет представления о сетевом маркетинге. Я всегда говорю на примере, это тот человек, который сидит на кассе, отбивает продукты и говорит, вам пакет надо? Или у вас безналичный расчет, либо наличный? Все. Этот человек ничего не знает. Как ему подать информацию, что ему нужно сказать для того, чтобы он зарегистрировался? Смотрите. Первое, когда вот, допустим, теплый круг, холодный круг, вообще без разницы, я всегда задаю вопрос, зачем ты здесь работаешь? Человек говорит, для того, чтобы получать деньги. Я говорю, то есть, если тебе не будут платить, ты не будешь работать? Он говорит, нет. Я говорю, а зачем тебе деньги? Он говорит, ну, чтобы жить, чтобы тратить. Это обычный вообще вопрос, да? Я говорю, а куда тебя тратить? У тебя большие расходы или у тебя большие цели? Как правило, молодежь говорит, у меня большие цели. Я говорю, для тебя, то есть, это получается алгоритм действий. Если ты ходить не будешь, тебе не будут платить. Он говорит, нет. Я говорю, у меня к тебе есть предложение. Я как раз набираю рекламных агентов для продвижения реально крутого продукта. И за это платят очень хорошо и 4 раза в месяц. Ты готов выслушать меня? Он говорит, да, готов. Я говорю, ты в самом начале можешь даже совмещать свои работы, а потом будет возможность прямо сделать из этого большой глобальный бизнес. Он говорит, окей, хорошо, куда мне подойти? И тогда я больше ничего ему не рассказываю, именно вот этой ноте, да? И я прям говорю, распространитель, это нормально. То есть, в этом случае не сетевику это нормально, он должен понимать, да? Вот, он говорит, куда подойти? И я назначаю встречу в РЦО, либо в офис, либо в кафе, и мы с ним встречаемся, и я ему рассказываю. В самом начале, как правило, у этой категории нет денег. Вообще нет денег. Они говорят, ну, они на работе по найму для того, чтобы зарабатывать, да? То есть, работать и получать деньги. Вот. И в этом случае я говорю, смотри, вот, у нас такой есть продукт, я вам полностью его ознакомил, совсем-совсем-совсем есть. Вот. И говорю, собирай заказы, и после этого я тебя зарегистрирую. Даю ему инструменты в виде нашей брошюрки, да, которые есть. Еще, допустим, либо он покупает, приобретает каталоги, они недорогие, там 150 рублей стоят. И говорю, обучаю его, и говорю, собирай заказы. То есть, он поговорил с человеком, пригласил его в офис, да? Либо произошла прошедшая даже, либо регистрация, и на это он зарегистрировался. Работает на 100%, поверьте. То есть, я ему не говорю, иди ищи, либо там, если он сразу сказал, что у меня нет денег, значит, я говорю, окей, хорошо, тогда можно поступить именно вот так. В 70%, честно скажу, у них нет денег. В 30% у них есть деньги, и они регистрируются именно по карте, либо там у них есть наличные кит-сбережения, и становятся партнерами компании. И потом начинают на такой же волне именно продвигать бизнес. Это не сетевики. И потом они уже понимают и начинают разбираться, что такое сетевой маркетинг. Это именно первая категория, не сетевик. Его не нужно загружать, чтобы вы понимали, да? Загружать, что такое сетевой, и там дальше, дальше, дальше. Не надо. Это номер один. То есть, номер один, это типа сетевик. Как вам по пятибалльной шкале вообще, то есть, подача информации не сетевику? Хочу обратную связь просто от вас. Так, Наталье только понравилось, да? Отлично, есть. Главное, чтобы был результат, да? Вот. Смотрите, то есть, это именно те люди, которые не сетевики, да? Теперь разберем вторую категорию. Она немаловажная. Как правило, ну, большинство людей встречаются именно с ними. Это типа сетевик. Типа сетевик, это тот человек, который говорит, сетевой, это лохотрон. Это лохотрон, это пирамида, он говорит, надо всех звать, приглашать. То есть, он все знает о сетевом маркетинге, но никогда в нем не был. Это, как правило, поверьте мне, вот это так оно и есть. Потому что те люди, которые все об этом знают, они никогда этим не занимались. И в окружении у нас очень много таких людей. Когда они приходят на презентацию, как правило, они напротив вас садятся и вот руки делают вот так. И говорят, ну, давай, расскажи там, что нового в лохотронах придумали. Понимаете? Это именно есть такая категория. И большинство людей начинают с ними разговаривать, то есть, в виде ответов на их возражения. То есть, они говорят, это лохотрон. Мы говорим, нет, это не лохотрон, поверь, тут все подтверждено продуктом, деньгами. Он говорит, это пирамида. Мы говорим, нет, это построение такое пирамидальное, кто у нас президент. И начинаем дальше работать, да? Вот, то есть, это неправильная вообще подача. И от этого нужно, я честно скажу, избавляться. Вот. В тот момент, то есть, когда ваш будущий партнер, и это, кстати, категория, я их больше всех обожаю. Вообще, вот самые мои любимые, потому что они работают лучше всех. Всегда. Когда говорят, нет, там, никогда не буду, это все ерунда. Вот. Они больше всего наслышаны. И в этот момент, когда я говорю, окей, хорошо, ладно, лохотрон, пирамида, я согласен. Я точно так же об этом думал, да? А что для тебя MLM-индустрия, а что для тебя сетево-маркетинг? Вот прямо вот он уже на презентации, вы ему задаете вопрос, что такое сетево-маркетинг? Он говорит, ну, это лохотрон, это пирамида, это звать надо всех людей, распространять надо, что-то там еще. Ты говоришь, окей, хорошо, а что такое сетево-маркетинг? Понимаете? И тогда у него стопор. Он останавливается и начинает просто молчать. Ты говоришь, ты что молчишь? Ну, сетево-маркетинг, что такое? То есть ты не знаешь, что такое сетево-маркетинг? Окей, и тогда теперь послушай меня. И в этот момент вы ему четко рассказываете, что такое сетево-маркетинг. Буквально двумя словами. Я обычно это делаю на листочке, да, там формата А4, и делаю всего, рисую две картинки. После чего у него проходит инсайт, у него проваливаются все жетоны, и он немножко уходит в себя, и потом принимает уже решение быть с нами. Первое, я говорю, что такое сетевой-маркетинг? Это доставка продукта от производителя к конечному потребителю, минуя наценки, склады, аренды и все это с нами. Тем самым я хороший, качественный продукт могу получить за небольшие деньги и стопроцентной гарантией оригинала. Без подделки, к примеру, там рассказываю на фоне айфона, да, говорю, к примеру, если бы я купил его у завода напрямую, я бы его купил там тысяч за 30, да, но мне пришлось кому-то оплатить аренду, кому-то там ипотеку, кому-то еще что-то, я его купил за 60, понимаете? И тем самым можно еще напороться на подделку, потому что они сейчас есть там на андроидах, да, и которые работают при минус 15 градусах. И это действительно так оно и есть. И когда я ему говорю, что такое сетевой-маркетинг, у него происходит осознание, он такой, опс, понял, значит он недопонимал. Второй момент, я говорю, смотри, ну не нужно путать сетевика с распространителем. И в этот момент у него снова возникает внутри вопрос у самого себя, чем отличается сетевик от распространителя. Сетевик это тот человек, который строит именно сеть, который строит сеть из лидерского состава, это те, которые захватывают мир, которые захватывают города и страны, понимаете? Которые строят структуру и строят потребительскую сеть, которые по их реферальной ссылке заходят и покупают для себя продукт, не строя бизнес. Это то, что делает сетевик, две вещи, лидерский состав и клиентскую базу, потребительскую, все. Это вот и третье, то, что он обучается и обучает других людей. Больше сетевик ничего не делает, вы должны это понимать. А распространитель, что он делает? Он изучает полностью всю продукцию, которая она есть, все цены на нее, которые есть, применение, все составы полностью и распространяет. И распространение это вид заработка на разнице, о том, как мы купили и перепродали, это идет распространение, понимаете? И когда мы ему об этом говорим, что он должен понимать об этом, что мы сейчас набираем сетевиков, мы не распространяем. Почему у нас и нету в каталогах цен? Это первый, мне вчера задали вопрос, а поскольку у вас стоят каши? Я, блин, честно говорю, не знаю, сейчас зайду посмотрю. Я не знаю, сколько у нас, 550 или 650 они стоят. Почему? Потому что дома они у меня есть, мы их кушаем, в офисе они есть, да? Но я не продаю их. Я даю человеку возможность, чтобы он их сам для себя купил и еще кэшбэк 20% получил. Вот что я хочу. И я показываю ему выгоду. Зачем я тебе буду продавать на тебе 100 рублей заработать, либо 50, да, там? Сам для себя купи и получишь кэшбэк. Вот что он, то есть, выгоду показал человеку. И когда я вот этому типу, это типа сетевик, да, то есть, вторая категория, когда я ему об этом рассказываю, что вот что оно, сетевой маркетинг, да, то есть, это именно выглядит так. То есть, это алгоритм действий, это инструмент. И тогда он понимает. И тогда он воспринимает нормальную информацию. И тогда он готов с вами сотрудничать. Конечно, он первые два дня плачет, честно вам скажу, дома. Вот, потому что он там свои 30 лет всегда думал о том, что это лохотрон, пирамида, потому что ему все об этом сказали, все неудачники, у всех, у кого это не получилось, да, все те нетерпеливые, которые стартанули и бросили. Ну вот. Они сказали, что это у него не получилось, или это лохотрон, либо его обманули, да. Вот. А после этого ему открыли глаза, что такое сетевой маркетинг. Это другой уровень, это другой стиль, это крутой и реальный инструмент на сегодняшний день. И все, и он принимает решение, и он с вами. И еще раз повторюсь, да, что это моя самая любимая категория, когда, допустим, приходит на презентацию человек и говорит там, о, сетевой, это не мое точно, я не буду этим заниматься никогда. Я говорю, о, круто, да. Или я вижу, когда здесь прям негативщик конкретный сидит. Вот, смотрите, да, вам инструмент реально крутой. Когда ваш, первая линия приводит к вам негативщика, да, вы прям видите, как он настроен. Они обычно берут каталог, там начинают листать его вот так вот быстро-быстро-быстро или коробкой трясти, там, что там есть. Вот. И вы в этот момент, ну, познакомьтесь, да, и скажи, слушай, ты согласен с тем, что сетевой это лохотрон, пирамида, всех надо звать, приглашать там? Он скажет, да. Скажите, я так же думал, пока не разобрался. Понимаете? Все. И тем самым вы сократите ваш диалог до минимума. Он уже будет слушать. Он уже будет слушать. Потому что это он вам хотел сказать. А вы ему сказали. И он вам ответил да. Он уже вам сказал да. И тем самым ваш диалог перейдет именно в контракт. Это именно вторая категория тех негативщиков, которые не хотят ничего слышать о сетевом. Просто они ничего не знают, что такое сетевомаркин. Первое правило, которое нужно выучить перед типсетевиками, это не отвечать на их возражения. Ни в коем случае. Если он говорит, что это лохотрон, можете ему также сказать, что, о, круто, ты знаток лохотронов, каких был. Понимаете? Человек говорит, там надо всех звать, приглашать. Круто, ты любишь звать, приглашать. Понимаете? Можно так сработать. И человек, он становится, его разворачивает в другую сторону. Он думал, он ждал ответ другой. Что ему скажут, что это не так. Здесь все по-другому. Не надо ни приглашать, ни звать. Ничего рассказывать не надо. Даже платить ничего не надо. Просто приходи, пожалуйста, 4 раза в месяц за деньгами. Если с собой кого-то приведешь, то и ему еще дадим. Понимаете? Это именно так оно работает. Думаю, что вторую категорию, она для всех, для вас близка, потому что это самый большой процент людей. Как вам вообще те инструменты, которые, вот сейчас я вам сказал, чтобы применять для негативщиков, для типсетевиков. Можно по противобальной шкале. Есть, да? Отлично. Всем нормально, слышно, видно, да? У меня все хорошо. Смотрите. Да. Это вот именно вторая категория. И сейчас мы поговорим именно о третьей категории. Третья категория, она реально тоже крутая. Ее очень много на сегодняшний день, честно скажу. Она прям целевая, я бы сказал, тоже аудитория. Это именно те люди, бедные сетевики, которые устали от сетевого маркетинга. Они прям так и говорят то, что это тот человек, который человек скидка. Он вообще во всех сетевых везде, 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 но реально не заработал нигде. И вот эта третья категория, ее реально очень обожаю, потому что эти люди, они уже знают вкус сетевого. Они понимают, что можно добраться на вершину успеха, быть свободным, здоровым, да, то есть финансово независимым. Они это об этом знают. Но, увы, они не заработали денег в сетевых компаниях. Сразу скажу вам, да, чтобы вы понимали, что я сетевой компанией считаю только ту, которая именно продуктовая, чтобы продукт можно было подержать вот так вот в руках. Вот. То есть все остальные виртуалки, там я ничего не беру, в обиход их не беру, вообще никак. То есть для меня только продуктовый существует на сегодняшний день. Вот. И те люди, которые побывали в сетевых продуктовых и не заработали денег, вот, как к ним подойти? Вот. Большинство людей путают их, допустим, с сетевиками. И когда говорят, о, у меня там есть Тамара Федоровна, женщина, она сетевичка во всех сетевых, везде, везде, везде. Она по-любому за ней там стоит, там придут, все это хорошо, я ее приглашу. Есть, да, наверное, у вас в окружении такие люди. Вот. Но могу вас огорчить, да, ничего не получится. Почему? Потому что этот человек уже сформировал возле себя некое такое мнение, и, как правило, за ним уже практически никто не идет. Действительно, так оно и есть. И у его это единственное останавливает, его останавливает свой предыдущий опыт. Потому что тот был за плечами, где он звал везде, звал за собой людей, потому что я знаю, что сейчас в окружении много людей, которые побывали в сетевых и получили, как называют, такие ожоги. Кстати, блин, рассказал вам новую тему, новая тема скоро появится у меня в Инстаграме. Вот. Именно сетевой без ожогов называется он, как его переносить. Вот. Я потом выложу свою страничку, подписывайтесь и там следите за новостями. Вот. И эти люди, да, действительно, то есть они поприглашали людей, взяли ответственность, за ним кто-то пошел, но они не заработали. И после этого они говорят, мы не пойдем больше в сетевое. Но побывали везде. Это их еще называют, так знаете, как сетевые проститутки. То есть они везде-везде и шайкой ходят друг за другом, друг за другом, но ничего не зарабатывают. При результате они остаются один-два человека. Как их позвать? Как их пригласить? Как им дать то, чего они хотят? То есть вкуса не знают. Если им расскажем, что такое сетевой маркетинг, они вам лучше расскажут даже об этом. И они, как правило, говорят, да блин, ты мне не надо эти первоклассные там фишки для меня принимать, ну, этот, применять. Я все это проходил или проходил, да. Вот. Рассказать, какой уникальный продукт, их тоже этим не зацепишь, потому что они знают, что в сетевых, как правило, очень хороший продукт. Насколько это уникально. Они говорят, вашей уникальностью уже все достали. Реально. Понимаете? И я задаю единственный такой вот вопрос, когда понимаю, что передо мной сидит бедный сетевик, да, я понимаю, что... Ну, я протестил, к примеру, там, у вас был опыт в сетевых компаниях? Они говорят, да, был опыт, да. Вот я говорю, а получилось денег заработать в них? Они говорят, ну, нет. Я говорю, а каких были? Ну, это, говорит, неправильный вопрос, лучше задайте, каких мы не были. Ну, я сразу понимаю, что это, ну, прям сетевик, бывший, бедный, там, передо мной сидит. Окей. Я говорю, ну, хорошо, скажите, а были люди, которые там заработали большие деньги или зарабатывают? А они говорят, конечно, были, есть они люди. Я говорю, а почему? Почему они заработали больше, чем вы? И самый частый ответ, потому что они отвечают, потому что они раньше пришли. Понимаете? И когда вам бедный сетевик отвечает именно, что они раньше пришли, и вы говорите, тебе повезло, видимо, ты молился, и я к тебе пришел, да? Я тебя зову именно сейчас в 1%, когда находится компания. Именно на пике развития, когда идет захват именно стран, именно в лидерский состав. Понимаете? И помните, наверное, кто смотрел, да? То есть я показывал правила 1.9.90. Это именно правила всех компаний, которые проходят именно по трем уровням развития. В 1% это когда для того, чтобы заработать 30 тысяч, достаточно пригласить всего одного человека, да? Когда на второй уровень компания переходит в 9%. Для того, чтобы заработать те же 30 тысяч, нужно пригласить минимум 6 человек. И когда компания переходит уже в 90% насыщения, то для того, чтобы заработать те же 30 тысяч, нужно пригласить ну, минимум 30 человек. Понимаете? То есть один тот же текст, а блин, результаты разные, и работы-то гораздо больше. И деньги другие. И когда мы зовем, получается, человека в 1%, он тогда понимает. И тогда он готов слушать и о продукте, и о маркетинге, и о деньгах. Только так можно именно пригласить в бизнес, да? Именно бедного сетевика. Поверьте, по-другому никак. Не работает. Как бы мы не заманивали разными продуктами, уникальными нашими, да? Не работает. Именно бейте на то, что я тебя зову в самое начало. Поверьте мне на слово, компания находится наша в самом начале сейчас. То есть мы сейчас только формируем еще лидерский состав. И это очень важно, и это очень круто. Расскажу вам, скажу вернее вам, как определить, когда компания перейдет в 9%. Как только не будет у нас стартового входа на 150 тысяч, тогда компания перешла на второй уровень, и тогда мы будем уже формировать только ассортимент. Поэтому радуйтесь и гордитесь тем, что у нас есть на 150. И всем, кто хочет зарабатывать большие деньги, если вы не сделали это, перейдите на 150. Поверьте, вы никогда об этом не пожалеете. И всем своим новичкам начинайте со 150 тысяч, потому что это действительно круто. И бедному сетевику именно только на этой ноте и подать информацию. И тогда он будет с вами. Как вам информация о бедных сетевиках? Прошу по пятибалльной шкале. Отлично. Отлично. Обратная связь есть. Это здорово. Смотрите. И теперь такая самая вкусная четвертая категория, которую я очень обожаю. Это именно сетевики. Настоящие сетевики, у которых есть большие команды, у которых есть пассивный доход, которые были на вершине успеха, которые купили уже квартиры, машины, там все. И это сетевые монстры, за которые мы охотимся. То есть все охотятся за сетевиками, потому что сетевики настоящие, действительно, они приходят с командой. У вас появляются большие чеки, большие крутые квалификации. И это реально круто. И этого нужно хотеть, этого не нужно бояться. Но смотрите, самое интересное. Это очень важно. Можете тоже записать. То есть четвертая категория, категория сетевиков. И здесь самое главное не перепутать. Вам нужно, если вы хотите сетевика, хотите сетевика. Потому что они делятся. Есть сетевик, а есть держатель флага. Это реально так оно. Сетевик, кто такой сетевик? Сетевик, который находится всегда в состоянии охоты. Он всегда готов высушать новую информацию, все провести в сравнении, принять решение. Это именно сетевик. Держатель флага это тот человек, который только держит флаг в своей компании. Все, он больше не слышит, не видит, он ничего не зарабатывает. Его люди тоже ничего не зарабатывают. Он типа что-то делает, но на этом все заканчивается. И поэтому, как определить именно сетевика с держателем флага? Смотрите, когда, например, мы, допустим, набираем сетевика, настоящая сетевика. Допустим, я набираю, говорю, Анна Ивановна, добрый день. Она говорит, добрый день. Подскажите, вы также занимаетесь, работаете в своей компанией? Она говорит, да, работаю. Мне тут предложили классную тему. Так как вы специалист в этой индустрии, можете мне посоветовать, в правильном ли я направлении? Как вы думаете, что скажет на этот сетевик? Сетевик скажет, да, конечно. Давай встретимся, и мы с тобой обговорим. Это настоящий сетевик. Потому что он скажет, ага, давай-ка приходи со своим маркетингом, со своим продуктом. Новичок, расскажи мне, что там у тебя есть, а я тебе расскажу свой. Как нужно денег заработать. И ты будешь моим. Так отвечает всегда настоящий сетевик. Он всегда говорит, да, давай встретимся, не вопрос. Я всегда готов. Понимаете? А как действует именно держатель флага, который говорит, когда вы позвонили, она говорит, нет, мне ничего не интересно, мне ничего не надо, мне нравится моя компания, у нас все хорошо, все, мне не интересно, все, нет. Понимаете? Это держатель флага, и который не открыт к информации. И честно вам скажу, на них не тратьте время. Не тратьте. Сколько не тратили время, бесполезно. Бесполезно. Либо он должен быть уже на последнем издыхании, этот держатель флага, который уже флаг поднять не может, понимаете? И тогда ему сказать, ну на наш леденец там, GTS, вставай, сбрось флаг. Понимаете? Тогда он услышит. А так не пытайтесь переманить, потому что большинство партнеров, большинство просто пишут по таким вопросам, да, и как развернуть там держателя флага, да никак его не развернуть, не надо его, не тратите время. Лучше подменить ему флаг. Пусть он с ним бежит. Забрали, повесили свой, пусть он бежит дальше. Все то же самое. У нас все для этого есть. Понимаете? Это очень важно. И вернемся к сетевику. Что нужно сетевику? Что ему нужно сказать? Какие инструменты для того, чтобы он зарегистрировался? О продукте вы скажете? Не услышит, честно. О производстве? Не услышит. Семь лет компании? Вряд ли услышит, потому что многие говорят, что это в самом начале неинтересно, да? Что ему такого сказать, чтобы он заинтересовался? Смотрите. Сетевику нужны результаты. Либо ваши, либо вашего наставника. По-другому никак. Если вы в самом начале, то результаты наставника расскажите. Если у вас уже есть опыт, да, то расскажите именно свои результаты. Результаты выглядеть должны быть так. Я в компании, к примеру, да, рассказываю, я в компании два года, да? За два года я пригласил всего 16 человек. Моя структура больше 500 человек. Заработал больше 27 тысяч евро. Мой пассивный доход составляет 700 евро. Все. Ему она в конце скажет. И получаю я деньгами. Четыре раза в месяц. На банковскую карту. И больше не нужно ему рассказывать ничего. И в этот момент вам сетевик скажет, ну-ка, расскажи-ка маркетинг. Понимаете? Именно только так он вам скажет. Расскажи маркетинг. Потому что в этот момент сетевик, он именно начинает свой опыт, свою структуру накладывать на ваши результаты. Он смотрит, так, если у него всего 16 человек, да, и такой чек, такой пассивный доход, такая структура. А у меня 150 человек в первой линии. Значит, какие я могу деньги заработать? Круто. Если у него такая структура, и он заработал такие деньги, значит, сколько я могу заработать? То есть, все в цифрах, 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 цифрах. И тогда он примет решение и будет с вами. По-другому никак, поверьте. И, конечно, пассивный доход. Потому что на сегодняшний день те стевики в перемешку с держателями флага, да, они не выходят на пассивный доход, там даже, ну, 50-60 тысяч рублей, которые находятся там 3-5-7 лет в компании. Ну, не выходят реально они. Они вроде бегут, бегут, да, на продажу что-то зарабатывают, там делают, ну, там, ну, тысяч 30-40 они получают, ну, ну, честно, ну, редко кто зарабатывает большие деньги именно на пассивном доходе за короткое время. Наш проект, он именно это дает. Вот. И поэтому, то есть, обязательно перед тем, когда вы на эмоциях приняли решение, что вы сейчас наберете сетевика, да, ну, подумайте просто, проанализируйте, он может не сетевик, может держатель флага, ну, просто. И задайте ему вопрос. И когда он вам скажет нет, что, ну, отпустите его с Богом, значит, он пока еще не готов. И, ну, пусть он, пусть пока еще держит флаг. А если сетевик, то дайте ему четкие результаты. Если, говорю, у вас нет результатов, там, больших чеков, команды, да, дайте результаты наших партнеров, ваших наставников дайте. То есть, ну, у нас очень много результатов у всех. Есть кто там за месяц, там, 70 тысяч заработал, кто 20, то 30, то 40, ну, все по-разному. Вот. И поэтому это результаты. Давайте их, давайте, это реально круто. Вот. Это то, что касается именно сетевика. Да, как вам четвертая категория сетевика, вот, именно для захвата их по пятибалльной шкале, пожалуйста, напишите мне нужна обратная связь. Думаю, что будете применять, ну, что, ну, инструменты действительно нужны, это круто. Когда мы правильно даем информацию, значит, мы получаем правильный результат. Отлично. Вот. И сейчас я хочу подытожить, да, то есть, именно, так, что, тут, так, сейчас, секундочку, ага, ага, вот, смотрите, теперь следующая такая тема, да, времени у нас остается уже немного, вот, это тема закрытия сделки, она очень важна. То есть, мы с вами разобрали, да, что мы никого не лечим, мы не лечим, мы просто рассказываем, да, им возможность, чтобы они хотят лечиться, хотят убирать клеточный дефицит, хотят, там, чистятся, пожалуйста, это их право, это их жизнь, да. Вот. То, что мы разобрали, что для того не надо людям сразу все давать, то есть, именно анонсы, да, помаленьку, помаленьку, и тогда у них проходят инсайты, да. Мы с вами разобрали правильную подачу информации, то есть, каждому, каждой категории, что их дать. Ну, честно, больше четырех категорий я пока не увидел в своем окружении, если увижу, обязательно вам расскажу. То есть, именно четыре категории, да, которые не сетевик, типа сетевик, бедный сетевик и настоящий сетевик, эти все категории, они нам очень нужны, и мы их, конечно, принимаем в нашу команду, да. И четвертая именно тема, которую я сегодня хотел с вами разобрать, да, это именно закрытие сделки. Большинство людей, большинство парттеров просто не закрывают сделки. Есть у кого работает очень хорошо исходящий поток, выделить информацию с новичками, там, с гостями, просто рассказывать, но не закрываете сделок. Я с этим столкнулся, это действительно так, потому что люди, они, знаете, к примеру, в гости пришли, и вам говорят, ой, ты что такой яркий, что такой веселый, что с тобой вообще? А я сейчас новой компанией занимаюсь, там, да, 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 и немножко так рассказали. Хоп, и на этом все закончилось. И что остается вашей второй половине, которая находится напротив вас? Либо додумывать, либо досматривать в интернете. Сделка не является закрытой. Когда мы встречаемся на работе с друзьями, либо в очередь, либо где-то, они спрашивают, чем вы занимаетесь? Вы немножко накидали, рассказали о компании, о продукте, там, рассказали, рассказали, и говоришь, ну окей, ты посмотри в интернете, и потом меня набери. Кому перезвонили после этого? Я думаю, что никому. Потому что мы тоже это проходили. И это является незакрытая сделка. Когда незакрытая сделка, человек начинает сам додумывать, допридумывать, ищет что-то в интернете, а в интернете можем найти все, что мы хотим, да. Мы можем забить, что APL, Toffo Flow, леденцы, ничего, это не работает, это все полная фигня, да. А можем найти какой-то уникальный продукт, и как это круто. Это действительно так оно и есть. И также мы можем забить в интернете вообще хоть что. Я всегда говорю, забивая я Мерседес, это худший автомобиль вообще в мире, да. И забивая Мерседес, есть Мерседес, есть и остальные автомобили. Вот что оно. И поэтому нужно обязательно закрывать сделку. Что является закрытой сделкой? Смотрите. Закрытая сделка, это когда, первое, это когда вы пожали друг другу руки. Когда вы обменялись энергией. Примите и начните применять именно вот это, действие, и вы увидите, какой у вас будет результат. Смотрите. Когда вы, получается, разговариваете с человеком, да, вы дали всю информацию о продукте, о бизнесе, да, полностью все рассказали. И после этого он говорит, да, все окей, хорошо, но у меня вопрос денег. Мы говорим, окей, да, смотри, в нашу команду, да, только два человека пришли, которые были с деньгами. Остальные все кто-то занял, кто-то там что-то продал, кто-то там с карточки оплатил, у кого-то были. Все по-разному. Понимаете? Он говорит, ну так-то да, реально, кстати, можно, у меня же есть карта, могу я с ней оплатить. Окей, хорошо, когда? Сдаем вопрос, когда? Он говорит, ну, сейчас у меня паспорта с собой нет. Хорошо. С паспортом мы можем либо позже добавить, да, то есть, знаете, мы закрываем сделку на когда. То есть, нам нужно день и время. Это обязательно. Только именно так является закрытая сделка. Когда человек в очереди нам говорит, да, все мне интересно, все хорошо. Вы ему говорите, давай, я тебе завтра позвоню и договоримся о встрече. Является закрытой. Давай завтра встретимся у меня в офисе в 12.00. Окей, давай. Смотрите, что происходит в этот момент. Когда мы говорим, обназначаем день и время, сделка является закрытой. Потому что мы когда говорим, давай завтра созвонимся, он говорит, хорошо, давай. Все, наступает завтра, мы все ждем, одели там все самое модное, самое новое, ждем. Нас же будет контракт, правильно? Мы же настроились, нас же этому учили. И мы его набираем. Набираем в 2 часа, а он не берет трубку. Что у нас в голове? О том, что понятно, он начитался, насмотрелся, и он просто не хочет мне отвечать. Но это 99% все об этом думают. А оказывается, он просто пошел в магазин, остановился, пошел в магазин, на телефон оставил в машине. Понимаете? Но мы негативную мысль уже пустили о том, что он не придет, что он не возьмет трубку, что он не взял, ему что-то не понравилось. А что происходит, если мы правильно закрываем сделку? Когда мы говорим, давай завтра я тебе позвоню в 2 часа. Он говорит, слушай, в 2 часа я с ребенком на собрании. Давай в 4. Окей, давай в 4. Понимаете? И по рукам. И тогда это является закрытой сделкой. Только именно так. Все остальное это только исходящий поток. Да, он хорош. Он имеет входящий через месяц, да, все как положено, но это далеко. Вам нужно здесь и сейчас. Вам нужно сейчас закрывать сделки и сейчас зарабатывать деньги. И получать их, и тратить. Это нужно делать так. И поэтому всегда нужно закрывать сделки. Поговорили с родственниками. Интересно? Да, хорошо. Окей, отлично. Хочешь более, давай я тебе более подробно расскажу, да? Давай, давай у меня в офисе, понимаете? Либо пойдем за компьютер, я тебе покажу. Показали. Закрывайте всегда сделку. Нету денег. Что должно случиться, чтобы понятя появились? Я не уверен в продукте. Что для тебя даст уверенность? Хочешь, я тебя познакомлю с человеком, который от онкологии излечился за 4 месяца? Хочешь, дайте человеку то, чего он хочет и закройте сделку, и закройте сделку. И тогда у вас бизнес будет просто идти на одном дыхании. Поговорили с человеком, закрыли сделку. Поговорили, закрыли сделку. Это именно всегда. Потому что мы сетевики. Мы становимся сетевиками. А сетевик именно тот хорош, когда все делает четко по алгоритму. Дает правильно информацию, закрывает сделку, обучает давать информацию и закрывать сделку. Все. Понимаете? И тогда будет результат 100%. И научите своих новичков, если он дал кому-то информацию, где-то что-то, записал по телефону и тот сказал, что иди ты нафиг вместе со своей компанией, ничем я этим не хочу заниматься. Пусть он закроет эту сделку и напишет, что встречу с ним через месяц. Понимаете? Потому что этот человек будет наблюдать каждый день, что у него происходит, как у него идет, а у вас сделка закрыта. И вы знаете четкий день и четкое время, когда вы его снова наберете. Понимаете? Вселенная работает так, чтобы сделка всегда была закрыта. Так. Время у нас уже на исходе, как оно говорится. Уже на три минуты даже больше. Как вам по поводу закрытия сделки? По пятибалльной шкале. Даже немножко я что-то тоже добавлю. Поставьте, пожалуйста, отметочку, чтобы я понимал. Когда вы закрываете сделку, тогда, когда вы выдохнули, вы понимаете, что все, вы ему о деньгах рассказали, обо всем рассказали, обо времени договорились и спокойно идете пить чай. Это здорово. Вот. Так, что я вам хотел хотел рассказать. Рассказать еще, еще, еще. Только так. Все, в принципе, у меня готово. Вот. Ну, сейчас я предлагаю, что буквально... У кого есть какие-то вопросы, я могу вам на них ответить прямо в онлайн. Чтобы, ну, вживую, да. Вот кто с чем столкнулся, может, ну, какой-то там вопрос, пожалуйста, то есть, отвечу. Вот. А если пока что нет таких людей, у которых отличный результат, а видео в Ютубе не доверяют. Смотрите. Это очень такой хороший вообще, да, правильный вопрос. Большинство людей тоже дают такой вопрос, что... А как я... Ну, у меня нет... Какой я должен получить результат? У меня все хорошо, я спортсмен, всем занимаюсь. Все. Какой результат получу, да. Вот. Ну, я все, как правило, говорю то, что, ну, визуально, то есть, третья рука у тебя не отрастет, однозначно. Это с первого, ты на девятый этаж прыгать точно не будешь. Второй ряд зубов у тебя не появится. Однозначно. Но, если ты хочешь прям конкретный подтвержденный результат о том, что твой организм стал функционировать лучше, да, работать стал лучше, можешь сдать анализ крови до... Именно только так. И второй, я и говорю именно так, понимаешь, ну, как бы это ни было, но за 7 лет никто не доказал о том, что продукт не работает. Никто не доказал, понимаете. Это должно быть у вас в голове. Это должно быть важно, что никто не доказал. Именно только так. А YouTube о том, что вы делаете прививки сразу же, когда вы с человеком разговариваете, даете ему правильно всю информацию. Да. Я вот, допустим, никогда не даю никакие ролики. Я всегда даю только сайт APL. Потому что там самая нужная и самая лучшая информация. Вот, ну, реально. Вот. А о том, что, говорю, ну, ты понимаешь о том, когда мы, когда компания заходила на рынок, мы много кому не были неинтересны. Потому что большинство людей не заинтересованы лечить людей, да. Ой, ну, чтобы они были здоровыми. А заинтересованы, чтобы только их лечить. А лечить – это вид заработка вообще. То есть, это, ну, это, можно сказать, профессия. Лечу людей, да. Там есть даже сейчас, знаете, библиотеку – лечу за деньги. Вот. И поэтому делайте прививку о том, что, да, в интернете очень много информации. Просто рассказывайте. Но смотрите. Вот, как правило, когда партнеры задают такой вопрос, да, что люди не верят в сертификаты, либо в продукты, это, как правило, находится у самих здесь, ну, в голове. То есть, сами не до конца в это доверяют. И поэтому, если вы увидели компанию именно как инструмент для того, чтобы улучшить качество своей жизни, не забивайте голову вообще. То есть, работает, не работает продукт. Поверьте просто на слово. Он реально работает. Я не знаю, как он это делает, но он работает. Потому что результатов, ну, блин, у нас очень много. У нас сотни результатов именно в нашей команде. И поэтому даже не уделяйте этому времени. Выкиньте это из головы, а лучше разберитесь в маркетинге. Как он правильно работает, как идут построения. На это сейчас нам нужно именно тратить больше времени. Так, отличный вебинар. Незакрытая сделка. Возвращаться к ней и когда? Смотрите. Незакрытая сделка. То есть, когда вы сделку не закрыли, значит, позвоните этому человеку и закройте эту сделку. Обязательно. То есть, не бойтесь набрать человека и сказать. Слушай, так ждал твоего звонка, но не дождался. Я уверен, что у тебя тысячу вопросов. Давай сегодня попьем чай. Или попьем кофе. Именно вот так вот, понимаете? Потому что большинство людей, они ничего не смотрят. Либо посмотрели где-то там, за бутербродами какой-то ролик посмотрели, ничего не поняли и вышли. Все. И поэтому лучше наберите и закройте сделку. Давай. Сегодня не может два, хорошо, завтра в пять. То есть, не тяните ни завтра, ни позавтра, а берите и закрывайте сделку. Каждая сделка должна быть закрыта. У меня в ежедневнике прописано каждый человек, кто, где, когда. И когда я ежедневник перелистываю, я вижу, кому нужно позвонить мне. Это нужно сделать обязательно. Закрывайте сделки. Как позвать и организовать встречу с сетевиком монстром? Ну, смотрите, сетевик монстр, да, если он продуктовый, действительно, этот сетевик, ему можно показать только все в сравнении. В сравнении и показать именно, то есть, в сравнении мы показываем две категории. Первая – это маркетинг. Как заработать 300 тысяч, да, допустим, или 100 тысяч в нашей компании, учитывая все пункты в виде товарооборота, в виде людей обязательно, и в виде вашего вознаграждения. То есть, вот эти три категории, они должны присутствовать на 100%. На листочке написали, что вот мы вот это, вот это, и получаем 100 тысяч, да. Что у вас получаем? И второе – это в сравнении продукта. Это обязательно тоже происходит именно с монстрами сетевиками. Смотрите, мы не конкурируем ни с одной компанией на сегодняшний день. Наш продукт, он только есть у нас. Это самое главное. Ну вот. И второе – это целевая аудитория. Это очень важно для сетевиков, потому что кто бы там не хвалился дешевыми ценами, и все-все это нужно, допустим, там, как женщины меня тоже там блатуют в компанию, вот, и рассказывают, что у них там самый лучший продукт, самые лучшие крема, косметика, там все, и там самое дорогое, что 170 рублей стоит. Но для меня сразу уходит целевая аудитория, понимаете? Я, допустим, не могу предложить там какому-нибудь там другу, да, у которого маленький ребенок, для ребенка, допустим. Он очень элитный сам по себе человек, и жена у него пользуется кремами там по 10-15 тысяч. То есть целевая аудитория, получается, сужается очень сильно, и это у всех компаний, кроме нашей. У нас от нуля до бесконечности. Я на первой презентации всегда рассказываю только про аккумулитосей. Я чай, цепляю, кашу, киселью, вот поехать, нас там просто прошел, и все. Только аккумулитосей, потому что, ну, этот продукт ни с кем не пересекается. И те, когда вы начинаете разговаривать, говорите о том, что наша целевая аудитория от нуля до бесконечности, то есть до старичка. Это именно как позвать и организовать именно сетевого, ну, организовать встречу сетевого монстра. Вот, смотрите. Как позвать? Вы можете сказать, что я, позвоните и сказать, что я уже партнер компании, да, я уже вступил, то есть я вижу маркетинг, но не поторопился ли я? Вы можете ему сказать так. И хочу послушать и узнать еще твой пейтинг. Это будет по-честному. Он придет, расскажет вам свой, а вы расскажете свой. Можете прийти с наставником. Если вы скажете, давай договоримся о встрече, есть предложение, еще что-то, это будет обман, и сетевик, ну, монстр-сетевик не будет готов. Я понимаю, как бы, примерно о чем вы говорите, то есть в виде, это разница между простым сетевиком и монстром-сетевиком. Ну вот. Думаю, что ответил на этот вопрос. Какие еще вопросы есть? Задавайте, у нас еще буквально несколько минут есть, и мы двигаемся. У партнеров нет вопросов. Ну, отлично. Хорошо, я думаю, что весь инструмент вы получили сегодня, да. Вот, на этой фотографии есть мои данные, есть и в Инстаграме, есть и MLM Coach, тоже я, ну, отдельное направление, именно это инструмент. То есть миссия заключается моя в том, я хочу, чтобы люди относились нормально к сетевому, именно относились к нему как к инструменту, чтобы так болезненно не переносилось это и отказы, и, допустим, если что-то у них не получилось, чтобы они набрались именно терпения. Вот, и будет отдельный, то есть на MLM Coach отдельная программа, которая называется «Сетевой без ожогов». Вот, это реально крутая вещь. Вот, так что добавляйтесь, следите за новостями. Я очень рад и благодарен вам за то, что вы были именно сегодня со мной, выбрали время. Вот, применяйте все инструменты. Ну, и желаю вам успехов, и вы будущие амбассадоры. Всем всего доброго, пока-пока.